Не только годы халатности у следствия, все больше версий в деле о пожаре в Бразильском музее, о некоторых из них в нашем обзоре. Пожар в Национальном музее в Рио-де-Жанейро мог начаться из-за самодельного летающего фонарика, приземлившегося на крышу здания. Другая версия — короткое замыкание, сообщило руководство музея. На месте все еще работают спасатели. Время от времени они выносят остатки уцелевшей коллекции. Пламя уничтожило большую часть уникальных экспонатов, 20-миллионной коллекции, которую собирали за 200 лет существования старейшего в стране музея. Бразильское правительство выделит 3,5 миллиарда долларов на реконструкцию здания. Сотрудники музея также ищут международных спонсоров. Самый мощный тайфун за последнее четверть столетия обрушился на Западную Японию. Джейби уже унесла как минимум 6 жизней. Скорость ветра достигала 200 км в час. С прибережных территорий во временные убежища эвакуировали примерно 300 тысяч человек. Отменили 600 авиарейсов. Не работают офисы, школы и детские сады. Метеослужбы страны предупреждают об опасности возникновения оползней и наводнения. Британские инженеры представили миру робота-хирурга. Он может делать закрытые операции на внутренних органах. А размер изобретения максимально компактный. Поэтому все манипуляции можно производить, делая мельчайшее рассечение. И благодаря этому раны должны заживать быстрее. Машина облегчит работу и человека-хирурга, поскольку значительно сокращается время самого оперативного вмешательства. Роботизированная система появится в британских больницах уже в следующем году. В индийском штате Гуджарат откроют самую высокую в мире статую. Работы на 182-метровом монументе соборности почти завершены. Церемония открытия состоится уже в конце октября. Статуя посвящена Сардару Пателю, герою борьбы за независимость Индии и одному соавтору в Конституции. Строительство монумента обошлось индийскому правительству примерно в 330 миллионов долларов. Бронзовая скульптура в два раза выше Нью-Йоркской статуи свободы. Герцогиня Кембриджская самая стильная в королевской семье. Согласно отчету интернет-издания ИБ, именно на нее чаще всего ориентируются британцы, выбирая одежду. В прошлом году наибольшим спросом пользовалось пальто для беременных, как у Кейт. А в этом настоящий ажиотаж вызвало красное платье, в котором Кейт была с новорожденным принцем Луи. На втором месте среди самых модных – жена принца Гарри Меган. На третьем – дочь Кейт и принца Уильяма Шарлотта. Елизавета II замыкает топ-пятерку. Королеве подражает, выбирая броши. Продолжение следует...